добрый день дорогие друзья сегодня решил записать ролик немножко в другом формате ответить на вопросы подписчиков показать место своей дислокации условия в которых я работаю ну и по ходу пьесы еще на отвечу еще на несколько вопросов вот собираюсь на работу это наш мой дворик наш мой сейчас время женя 5 октября 934 и выезжаю вместо своей дислокации по дороге заеду кукол куплю еще пельмешков и продолжим запись уже в месте сосредоточения друзья подъехал гаражному кооперативу это самый крупный наш гаражный кооператив в городе и более-менее живой двигаемся в сторону дорожа как видите расстояние маленькая небольшое на швакбаума и вот моя резиденция встречают меня охранит и мы так время от отъезда 946 заехал за перемешками и идем выходим с нашей машинке вот она вот она красавица встречают меня охранники так шара а ты где вчера широебилась ли ушла по диван проебала свои хлебные карточки кеша чё там разлегся вот таким образом выглядит моя резиденция предыдущий мой гараж сгорел до 2 в другом кооперативе он был какое-то время арендовал но место расположение было совсем не комическое а так выглядит новая моя резиденция прежде чем зайдем вовнутрь я предлагаю вам посмотреть ролик на тему небольшой не ролик отступление и в нем вы как раз посмотрите во что я въезжал ну вот работаем на гараже машинка стоит вот дорожка там где-то гараж перевез с того гаража часть крыши капает свет еще не проявил но подводка и есть завтра буду проводить основожу порядок вот такие стеллажи открываю идея записать этот ролик пришла буквально сегодня утром поэтому как я вчера уехал так все я осталась тойопер как видим темнота включаем свет выключить музыку а то youtube заблокирует вот так выглядит гараж шара подожди запущу эти вещи чуть попозже вот это мое окно неимоверно горжусь этим окно потому что это мое ноу-хау без окна было гораздо тосклее как видите он сейчас давайте выключим свет он так выглядел бы гараж без окна идем открывать окошко открывается окно легко и просто и опускаем ставлю собаки ободрали красоту ну что ж заходим первым делом я сейчас конечно переоденусь в парад на выходном работать не будем потом посмотрим какой у нас расход по батареям запустим их в работу вот это вот то что на чем я остановился вчера постараюсь снять общение с клиентами если они конечно будут включаем видео обзор видеокамеры так переодеваемся мой распорядок простой переодеваюсь потом завтрак так время у нас без 10 потом завтрак завтрак обычный отворю сейчас яичек себе не яичек блять яйцо куриное творит порой яйцо колбаска сыр и чай вот весь весь мой завтрак будет так но пока пока делаю небольшой перерыв но друзья не успел переодеться уже первый клиент блин не настрою камеру на штатив поэтому поэтому мы его снимать не будем помните да на меня а может не помнить короче тут аккурата который мы реанимировали топ от него не будет опять он короче меня подвел вот новый пожалуйста поведите с ним необходимые ну хорошо подзарядите ему там проверьте чтобы я уже пока на этом я поеду там допустим сколько там а тут тут генератор напомни что за его и блять аккумулятор закомовский какомовский там вы мне проверяли там вроде как бы сказали что он 25 градусов должен будет работать сейчас опять я остановился на базаре 20 прошло 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 мой доход был выключен он не завел затолкнул поехал сейчас заводится но зарядки может нет у нас где сами уже бы два раза уже проверили а вы 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 стояли на базаре и не заводили ничего не музыка не играла ну у меня короче ключ был зажигание и горели получается лампочки там это было 10 минут но это не аккумулятор который 10 минут садят габаритные лампочки просто габариты были просто габариты ну как у меня функция машине вот если ключ вставлены у меня сзади габариты вот они там по две лампочки горят маленькие вот эти ну это не аккумулятор что он за 10 минут буквально вот там естественно давайте он работать не будет давайте сейчас пойдем замерим зарядочку чтобы убедимся что у нас проблем давайте конечно если вам не трудно без проблем как бы уже исключим все возможные варианты потому что у вас два раза был первый раз вы провели зарядку там мне дали зарядка у меня была то почистил кремные потом на второй раз я вам его оставлял на двое суток это было буквально недавно там ваша бумарочка по-моему на нем еще есть параметры записывали как вы мне сказали что он вроде как бы он может еще зиму при 25 заводится потом домога затаскиваете но если сейчас он начинает мне мозги парить зимой он у меня давайте сейчас глянем все у тебя сейчас что-нибудь включено ключ зажигания где у тебя ну смотри у тебя паразитка почти 1 ампер паразитная нагрузка то есть у тебя утечка какой газ газ стоит ну вот это может быть все что угодно вот это паразитка на у тебя и выкачал аккумулятор почти 1 ампер вот и она не уходит магнитофон включены ну все равно а лампочка горится лунная она сейчас дверь прикрой ну все равно у тебя 263 миллиампера я вот не помню мы тогда тебе мерили нет паразитку у тебя большая паразитка вот если ты магнитолу забыл выключить просто даже без звука она у тебя высадит ты вот сейчас подъехал у тебя аккумулятор он высаженный на аккумуляторе на батарею 12 с половиной вольт ну и при всем при том батарея у тебя еще крутящая она до 10 вольт просадка есть ну короче у меня вот такие бывают ситуации как я короче таксую да вот я приехал я сделал вызов остановился ключ зажигания я машину заглушал ключ зажигания постоял минут пять десять и то последнее время если я долго я вытаскиваю все потом поехал опять и так я по городу двигаюсь целый день примерно я так подрабатываю вот этот промежутки по 5-10 минут что высадит аккумулятор что вот горят допустим у тебя у тебя если ты магнитола не выключается где я выключаю я уже стал как вы тогда после вашего посещения я стал выключать монетолы сто процентов я не стою не стою чтобы она играла это и уже то я могу я сразу выключаю потому что я понял что мы тут он вот эти бывают лампочки горят у тебя накапливается понимаешь разряд накопленный вот сейчас опять мы подключаем амперметр подключаем и блять вот 1 ампер паразит к сейчас у тебя включилась магнитола у тебя магнитола неправильно подключена она должна идти через ключ зажигания вот сейчас смотри но она должна через ключ зажигания у тебя идти она у тебя неправильно подключена ну да это колхоз тебя ты должен ключ зажигания выключил но к электрику надо приехать у тебя батарея сейчас высаженная то что в ней было на момент когда ты не забирал и сейчас две большие разницы сейчас он давай еще замерим плотность исходя из плотности уже будем делать выводы чё верить а вон ориометр у вас моя вашему ориометра вашего не знаю давайте попробуем давайте попробуем ну вот одну банку надо наверное аккумулятор я свой тебе там но он даже с этим ориометром старого бросать старого так у нас плотность 124 так раз два три 4 124 где-то 125 ты забирала плотность 127 было у тебя накопленный разряд магнитола даже без звука у тебя звук не включены она почти один ампер выкачивали на наши отключенного она для навсегда включена же кнопку и отключая но и она все равно берет на себя даже при отключены магнитоле у тебя 02 ампера утечка это значит мы это он от украина подключить магнитолу надо правильно подключить сейчас мы проверим ту батарею на раз купил купил пусть она будет запасе у тебя то новое у тебя крутящая батарея была на тот момент когда ты ее забирал они сейчас крутящая но она крутящая у тебя только за счет поверхности напряжения которое ты ездил перед этим предварительно ты ее высадил хочу опять не надо ее заряжать получается так нам надо я вот не помню мы паразит кумер я тебе говорю насчет паразит нет не говорил ну значит мы с тобой не замерили от этой паразитки надо избавляться у тебя здравствуйте сейчас сутки простояла машина ты где-то на смене или где а у тебя идет утечка то есть независимо от того ты ездишь ты такси подъехал при зажигании вытащил магнитолу выключил утечка идет и она накопилась на васечка это наверно которую то что аккумулятор будет его напрямую подключены данная конечно конечно возможно возможно я не исключаю этого но при как мы включаем магнитолу тебя музыка еще не играет а уже почти один ампер уходит у тебя в этой батареи остаточная резервная емкость осталось это но ампер 20 от силы это при которых у тебя должна заводиться машина если у тебя будет меньше естественно ты постоял на габаритах остатки вы и у тебя она не завелась тебе нужно было в тот момент когда высадилась забыл габариты выключить выключил габариты минут 15 еще постоял аккумулятор бы набрал свою и она бы завелась и она завелась бы да но сейчас получается у тебя опять с батареей проблемы с этой и она высажена просто-напросто вот даже по инерции сейчас она следовая замерим это нрц напряжение разомкнутой цепи вот так вот твою мать опять да что ты забыл бы переключить уча 1270 1271 давай щас замер сделаем по параметрам но я сейчас мы ее заводили за счет поверхности напряжения на какие-то параметры будет будет выдавать желательно что батарея отстоялась не менее 8 часов для более корректных примеров так это у тебя 62 500 сколько там 520 или 540 и уже не помню ну вот эти вот сейчас 411 империю дает выдавала 463 она высаженная сейчас подъедет сюда к этим вот где клён был ну там пацаны занимаются установкой чего магнитов магнитов попроси их если нет алексей в пятом гаражном кооперативе в тех на импорте тебе надо потому что ты сейчас новую батарею поставишь у тебя такая же песня не в тех на импорт не это не электрики это же блики не вот эти машины уже подъезжал алексей он посмотрел вот так вот на этот открыл капотом посмотрел не выключи закрыл подъехал к автоимпорту там вот был у них этот 8 серёга вот это электрик был да а это ну они электрики но они вот ножка аркашка сэшка это вот их не все буш тебе тебе нужно это же компьютеры здесь они не грибут он не вытащил какую-то такую вот вот тебе там на магнитоле идет два провода красный желтый их надо на штатные места поставить в нужное место да чтоб ты зажигать у тебя магнитола про победу пацана в плене да не занимается но это от этого камлинкова но это который покупаешь на базаре на автозвук да короче да 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 ты мне но они еще кто магнитола ставит они еще могут даже на помочь они все равно же устанавливают на себя дайте ключ по 10 не она рабочая батарея крутящих я и как раз хочу наоборот что машину надо посмотреть вчера аккумулятор тоже будет он жить не будет он жить в аккумулятору год олег она подъехать подвес 5 вечера сможешь подъехать завтра сегодня на сколько пяти вечера вы не знаю мне в ночь на работу давайте она заводится все давайте откройте капот сейчас давать раз проверим второе я вот чуть чуть розоватый розоватый это перезаряд ты даже малыми токами можешь сделать перезаряд батареи потому что у тебя трансформатор сварочный аппарат он 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 не видит эдс и он будет 2 ампера давить 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 но выставляете не только ночь это трансформатор да вы разбиваете или или расслаиваете электролит сверху получается у вас водичка а снизу получается сейчас показать ничего нету сейчас все на руках а когда так 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 подожди у меня блин ну если сегодня будет готова готова тюмень вечеру давай завтра ты позвони мне потому что сегодня я тебя обещать я каждое утро здесь а ну все тогда стаканем себя подъеду медведь так ну первое что мы видим это у вас батарея разряжен у вас даже индикатор не соответствует тому что рекомендует производитель должен быть зеленый так батарея свежие вот я не в восторге от медведей но за год она не должна у вас умотаться так дальний свет включитель буквально на 10 секунд 10 секунд подержите выключайте до выключать батарея как и следовало ожидать ну как и следовало ожидать у вас батарея в хлам разряжена 38 процентов посоху 38 процент заряда 0 пусковой ток 379 ампер батарейка еще живая и она еще крутящий волос 1198 нсс сопротивление 727 так давайте заведем автомобиль обработана обработана Время прокрутки 7401. Теперь давайте проверим генератор. Так, зарядки практически нет. Так, 12.95. Без нагрузки 12.72 с нагрузкой. У вас зарядки практически нет. Так, давайте проверим генератор вначале, а потом будем делать выводы. Так, вы вот этот черный провод, держите вот здесь на массу двигателя. Так. Генератор, будем так говорить, генератор у вас выдает. Но нужно делать ревизию. Он выдает, да? Он выдает, ну, минимум 13-16. По всей видимости, не хочу гадать, но возможно, возможно, регулятор. Что это? Ну, регулятор напряжения, который установлен. Генератор. Генератор. Давайте сделаем так, у вас время есть? Ну, как у меня? Сейчас вы заглушите машину. Для начала давайте вот снимите вот. Видно вам? Нет, не видно. Фишку? Да, не фишку, а вот эти клеммы. Открутите вот эти клеммы, надо тщательно зачистить. Потом, этими клеммами, когда вы снимете, будет еще одна гаечка. Еще эту гаечку откручиваете, и за гайкой будет втулка. Вы эту втулку вытащите. Когда все это разберете, занесите ко мне. Но прежде чем разбирать, снимите клемму с аккумулятора. Я понял, да. Это вы сможете сделать. Здесь у вас доступ хороший. Поэтому вы пока снимайте. Вот такое сумбурное начало дня у меня. Позавтракать так и не удалось. Значит, вот этот последний клиент отправил его в магазин. Начал он откручивать гайку со втулки. И провернул болт, который центральный, 30-й болт. Отправил его в магазин. Но он сказал, что сегодня не получится. Завтра привезет ко мне генератор. И будем разбираться с этим генератором. Потому что у него явный недозаряд. И батарея вследствие этого полностью высадилась. Вот раскидал батарейки. Так, это у меня готово. С этими у нас еще предстоит работа. Это тоже готово. Сегодня клиент заберет. Это реактор на подходе. Также сегодня, скорее всего, к вечеру отдам ему. И с этими, с остальными батарейками будем проработать. Вот такие параметры. У нас выставлены. Стоят, пригорюнились. Вот, кстати, тюменка 16-го года. И владелец также любит полакомить ее электролитом. Решил поднять плотность с помощью электролита. Но сделал уже корректировку. И буду продолжать с ней работать. Так, что у нас здесь? У нас здесь что-то, что-то, что-то. Вот так вот. Приподнимем напряжение, чтобы увеличить ток. Так, ну давайте. Ставлю чайник. Аккумулятор сел на телефоне. Очень быстро садится, так как снимаю в 4К. Попью чайку. Возможно, покажу завтрак к вам. Возможно, не покажу. Ну что, продолжим нашу увлекательную историю моей работы. Так, ну что. Варятся яйца. И подъехал клиент. Ну, давайте узнаем, что он хочет от нас. Здравствуйте. Вы или ты, да? Я не электрик. А, аккумулятор. Аккумуляторчик. Да, там, и по-болудов. Говорит, вам заехать. Сможете проверить? А что надо проверить? Аккумулятор. Аккумулятор проверим? Сюда встать надо, да? Да пусть стоит. Вы проезд. Самое главное, вот, поворот не закрывайте. Можете чуть назад задать. Блин, ну, я классно сегодня этими яйцами или нет. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас с газели. Так. Первое, что мы видим, на что стоит обратить внимание. Ужасное состояние клемм. Так, вот эту клемму, вообще нам нужно от нее избавиться. Вот это, да? Да, ее желательно выкинуть. Это сибуминовая клемма. И она дает... Так, вот у вас плохой контакт. Вот, видите? Так, это у нас идет... Это у нас идет зарядка, да? Так. А почему у вас зарядка подключена... Подключена напрямую. Не знаю, я только съел на этом машине. Получается, зарядка он то дает, то не дает. А вот, так, так, это у вас пошел. То дает, то не дает зарядку, да? Да, вот я и поэтому еще раз говорю. Так. Это у вас 406, да, мотор? Генератору мы не подберемся. Пляшет почему-то. Пляшет, пляшет. Нагрузку, свет, утро. Все, он выходит на минус. Так, вас как зовут? Буат. Буат? Буат, давайте сделаем следующее. Так. Давайте все-таки сделаем в начале замера, потом уже... Так. Ну, что они говорят, так он новый вроде. Ну, видно, что он новый. 660 ампер. Так. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, кальций, кальций уже. Так. Ну-ка, давайте зайдем. Так, зарядка пропала. Так, зарядка пропала. Так. Ну-ка, ну-ка. Да, июнь, если пропала. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Два процента по суху Батарея заряжена 99 амперов дает 1270 напряжение Так, Булат, давайте немножко вам придется поработать Снимайте обе клеммы с полюсных поводов Я вам сейчас дам наждачку и покажу где нужно будет зачистить А пока мы пойдем поставим чайник Так вот, Булат, видел как у кота яйца блестят Примерно так же, вот наждачка Вторую клемму откручивай Раскручивай вот этот вот Так, здесь у тебя, да, полностью сними клемму И вот эти все соединения надо тщательно зачистить Давай замерим сейчас без клемм Что пока аккумулятор Дай-ка я замерю И продолжишь работу, чтобы нам определиться с аккумулятором Так Вне салона 660 ампер Ну вот Совсем другой базар, бля 90% посоху 627 ампер выдает Батарейка НСЦ-13 АКБ исправно У тебя Проблема была именно В клеммах Вот в этих клеммах Конечно Сейчас вот это вот все зачистить Вот это тоже зачистить Вот эту медяху тоже надо очистить На ней сейчас окисления, которые Не дают нормальному процессу заряда Так Вот это вот Бля Вот это вот Так Ну хоть здесь Так Перемычки Все неправильно подключено У тебя вот это вот Куда идет Я вообще даже А здесь есть Здесь есть перемычка Так все нормально с этим Но она вообще По идее здесь вот В предохранительном блоке У тебя все неправильно подключено Не дай бог что-то У тебя вот здесь В любой момент Вот я не знаю куда это ведет Проводок Но может произойти Замыкание Тебе этот провод лучше Так тебе этот провод Вот этот провод Нужно переставить вот сюда Вот это вот зачистить И переставить вот сюда Нижний Да Чтобы он шел через перемычки Через предохранитель Через предохранитель Так Это у нас Так Общий Вот это вот Вот этот общий Желательно вообще поменять Вот это соединение Оно нахрен здесь не нужно И При скрутках Появляется дополнительное Сопротивление в итоге А вот этот провод Да Вот этот вот Возьми 4 квадрата Новый провод Сделай Хорошие клеммки на них Все Все соединения Эту Эту клемму Надо выкидывать Купить Свинцовую клемму Вон новосибирские клеммы У нас продается 1100 стоит Пара Это Это у тебя заводская еще Она Отличного качества Но вот это Вот это говно Еще Еще Говнисти не бывает Вот оно Появляется Везде Окисление Вот здесь Оно уже появилось Его видно Невооруженным глазом Здесь у тебя Контакта Вообще Практически Нет Вот это Надо Откусить Так у тебя Провод там Натянется Блять Так его Надо перекинуть Провод Так где он Идет А вон он Идет Его не Не получится Перекинуть Но вот эту Хрень надо Откусить Вот это Обрежь Зачистит Если Нужик Это надо Давайте Нам бокореза Вот это Вот хрен Хуйню Откуси Видишь У тебя Здесь Сплошное Окисление И Где-то Сантиметр Обрежь Изоляцию И Запасуй Туда Давай Этим делом Занимайся И Как это Все Сделаешь Свистнишь Я Покачаю Буду Пить О Друзья Налил Себе Чаек У Нас Это Хохланд С Ветчиной Яйцо Левое Как Наебну Сейчас Это Все Так Ну Сделал Небольшой Перекус Перекусил Медный Провод Пока Наш Клиент Чистит Клеммы Соединения Озадачил Ещё Несколькими Вводящими Так Это Не К Нам Это К Нам Блин Хотел Рассказать Вам Про Свой Зарядный Стенд Ну Что Пойдём Поинтересуемся Что От Нас Хотят В очередной Раз Привезли Цепь На Заточку Он Управил Его Разбирать Снимает С бензопилы Как Нибудь Сделаю Отдельный Ролик Именно По Заточке Цепей Для Бензопил Кроме Цепи Привезли Ещё Вот Такой Топор 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 Летит Как Вор В таком Состоянии И Попросили Заточить Сейчас Пока Наш Клиент Натирает Клемки Займёмся Заточкой Лишний Хрен Как говорится В одном Месте Не Помеха Деньги Не Пахнут Заработаем И на этом Селегонца Подъехал Ещё Один Клиент Не Стал Снимать Посмотри Надо Делать Аккумулятор Или Не Надо Нижсезон Глазок Чёрный Надо Делать Однозначно Так Что Оборотные Оборотные Батареи Все на Руках У меня Поэтому Договорились Что Привезёт Батареи Минем На Сутки И Поехал Вот Потихонечку Начал Затачивать Топор Сталь Очень Быстро Нагревается Но Это Ничего Страшного То Что Она Синяет Продолжаем Свою Работюшку Так Ну Заточку Произвел Топор Наточен Очень Острый Так Теперь Давайте Пробежимся Что У нас С Плотностью По Батарейкам Так Здесь У нас Рановато Хлопать В ладоши Так Это Батарейка У нас Ну И Плотность Отсутствует Сейчас Плотность 1.28 1.29 Мама Дорогая Так Вон у нас Чего Одна Мотерейка Которая Очень Долго Ездила На Недозаряде И С ней Еще Будем Работать И Работать 1.23 Так Это Нови Батарея Да У нас Готовая Так Что У нас Здесь Так Так Еще Очень Рано Подность Еще Не Выросла Не Подросла И Не Набралась Вот Какой У нас Электролейт Охуенный Так 1.26 6 Также Продолжаем Работать Щупаем Все Нормально Так Так У нас Ефбишка Ефбишка Что у нас Ефбишка Ох Ох Блядь Какой Электролит Тоже Ну Ефбишка 1.26 6 Стоит На Минималках Батарея Абсолютно Холодная Так Следующий Кричит Заведующий Так Это У нас Тимур Так Посмотрим Что Здесь Также Еще Работа Предстоит Длительная Вот Это Тюмен 16 Года У нас 120 Миллилитров Далил Вчера Воды Ёб твою мать Уже Мама Дорогая Уже 1.27 Ты Лил Электролит Нет Нет Не лил В этом Году Точно Не лил Я говорю Ну Значит Раньше Лил А Может Лил Что-то Не Припомню Ну Как Не Лил Лил Эх Ты Бля Придется Делать Корректировку Ладно Ей Займусь Отдельно Чтобы Не Отнимать Ваше Время Потому Что У нас Ролик Получится Бесконечным Долгим Так Пойду Поставлю Свою Батарейку На Заряд Сейчас Подъехал Мужик Говорит Олег Отчеты Фары Проверяешь Аккумулятор Забыл Выключить Свет Ну Вот Так Хорошо Что Знаю Где Поблизости Заряжают Аккумулятор Я Прям Сейчас Вынесу Кину Приобрел Вампиок Еще Один Пятнадцатый Вот Для Таких Целей Как Раз Выносной Для Подзаряда Кину Слегка Подзаряжу А завтра Как появится Оборотная Батарея Займусь Уже Своей Батареей Тоже Надо Готовить К Отопительному Сезону Так Ну Пока Тормозим Пока Не занялся За Точкой Цепи Давайте Расскажу Немножко О своем Зарядном Боксе Или Стенде Или Верстаке Ну Что-то Связанное Зарядки Короче Этот Зарядный Стенд Я спроектировал Сам 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 Жи Его И Сделал Сделал Как видите Со Старой Полировки Все Что Было Под Рукой Единственное Что Пришлось Покупать Это Проф Трубу Розетки Разведки Все Прочее Сам Скоммутировал Вот Так Это Все Устроено Часть У меня На Розетках С Выключателями Но Мэйтен Самая Самая Глубинка Китай Поэтому Отличается Ненадежностью И Очень Много Вылетело Из Строя Вот Таким Образом Устроена Вся Вот Эта Вот Лицевая Панель Значит Внутри У нас Зарядного Бокса Так же Само Основание Спроф Трубы Сварил Здесь Основание ДСП Полировка И сверху Гетинакс Который Устойчив Кислотам Хороший Наход Легко Батареи По нему Двигаются Плекса Сделал Дверки Раздвижные Это Обычные Карнизы Так Ну Здесь У меня Стоит Вытяжка Такая Бытовая Переделанная Немножко Слегка Труба Выходит Вытяжка На три Положения Хочу Остановиться Немножко На вытяжках Но Если Кому Что Готово Ну Вроде Да А ну Давай Сейчас Я подойду Сейчас Выхожу Уже Если Кому Интересно Насчет Вытяжек То У меня Как раз Есть Такой Ролик На моем Канале Это Вторая Вытяжка Наружная Которая Тянет С Улицы Это Для Проветривания Помещения Здесь Еще одна Вытяжка И Стоит У меня Вот такая Вот Притяжная С фильтром То есть С улицы Она Затягивает Без Пыли Без Пыли Как там Этот Папанов Говорил Без Пыли Короче Так Что Идем Клиенту Так Давай Пока Суть До Дела Пока Ты Еще Не Все Собрал Давай Я Замерю Плотность Основной Показатель Заряда Батареи Это Плотность Батарейка Показала Неплохие Параметры Поэтому Сейчас Замерим Плотность И определим Стоит Ее Обслуживать Или нет Да Тебе Надо Привезти Батарею Потому Что У тебя Плотность 1.24 На Зиму Это Не Пойдет Она Тебе Обязательно Подъебнет Потому Что У тебя Не Хватало Заряда И Ну Вы По Городу Передвигаетесь Эти Пробеги Короткие Часто Заводите Тем Более Что У тебя Стартер Как-то Туговато Мне Показалось Крутит И Систематически Не до Заряда У тебя Плотность Нет Батарею Надо Будет Привезти Так Вот Это Ставь Туда Выше Это Прям Под Эту Клемку Чтобы Она Зажала Чтобы Она Поджала Но Это Надо Поменять Это Надо Нормально Сделать И Когда Клемы Делаешь Вот Это Вот Так Не Пойдет Вот Эти Сопли Не Должны Быть Ты Вначале Скрути Сделай Прям Жгут Типа Косички Скрути Каждую Эту Чтобы Она Была Скручена Вот Так Скручивай И потом Делай Петлю Чтобы Провода Были В одном Жгуте Потому Что Чтобы Они Не Распускались Так С плотностью Мы Определились Все Нормально Так Куда Я Делаю Реометр Сколько Надо На Сутки Да Минимум Сутки Я Не Знаю Сколько Ты Проездил Да Поэтому Минимум Сутки Вы Ищите Оборот Каким-то Образом Да Шефу Скажи Что Если Не Хотите Батарею Потерять Пока Она Еще Хорошая Да Так Квать